Алло, алло. Да, вас слышно, прекрасно. Вот сейчас, сейчас слышно меня, да? Да, да. Мое почтение добрым людям. Алло. Здравствуйте, здравствуйте, говорите. Здравствуйте, здравствуйте. Мерзну, мерзну. Сейчас у меня получается, ну, я как раньше еще был на пищевой паузе, теперь с пищевой паузы я перешел на депривацию сна, но точнее в автономию, это буквально пару дней. Ну, прыгнул так неплохо, хотя у меня самая большая пищевая пауза была, это, сейчас скажу, сухая, 6 дней. Но я, правда, тогда набрал камней и хотели удалять желчный пузырь, но получилось так, что пошел, сделал, а, с приступом, с приступом пришел утром, потому что целую ночь я не спал, целую ночь я не спал, с приступом пришел на УЗИ, зафиксировали камни в желчном пузыре. И самый большой был 0,93 мм. Сказали, если еще такой будет приступ, нужно удалять будет желчный пузырь. Но я не согласился на удаление и пришел через 3 недели, да, через 3-4 где-то вот так. И получается, опять тот же самый врач был, делал УЗИ, смотрел, смотрел и сказал, что-то ничего в тебе не нахожу. Ну, каких-то два маленьких камушка. Спросил, а что ты делал? Я говорю, я по Неумывакину, такой академик Неумывакин, пил соду. Утром, вместо завтрака, содовый раствор, вместо завтрака, вместо обеда и ужин у меня был, ну, там какой-то салатик. И так примерно за 3 недели, 3-4 недели я растворил камни. И вот, когда я опять перешел, то есть послушал вашу автономию, мне понравилось это, опять начал практиковать сухие дни, сухие дни, то бывает побаливал правый бок. Я боюсь, чтобы мне опять не набрал камни. Что вы можете порекомендовать? А, да, 28-го иду на УЗИ, опять посмотреть хочу. Или есть камни, или нету. А то слишком переживаю, чтобы опять булыжников не набрался. Спасибо за ответ. Ну, наверное, я еще раз повторюсь, да, что я не медик. Я могу сказать только, рассказывать свой опыт. Я медик. Но я бы вам рекомендовала в любом случае, когда вы заходите на сухие паузы, на сухие дни, нужно очень четко прислушиваться к своему организму. И если у вас есть такая уже особенность вашего организма, что он какие-то компоненты превращает в камни, да, то есть это же понятно, что если мы говорим про желчный пузырь, то значит желчь у вас не выходит, скапливается, и она генерируется именно вот в эти вот камушки. То есть камни, вы же их не кушаете, чтобы они у вас там были. Они же образуются из чего-то. Значит, вы как-то либо недостаточно... Нужно смотреть, какой образ жизни вы вели до того, как вы начали практиковать сухие дни. И как вы проводите эти сухие дни? Насколько вы подвижны, чтобы желчные оттоки могли вообще спокойно... Я спортсмен, я каждый день занимался, даже будучи на сухих днях, и бегал, и занимался. Но, скорее всего, я потом нашел ответ, скорее всего, что... Как бы вам объяснить? Наверное, очень многое зависело от настроения, от психики, от головы. Потому что там тупое голодание было, а тут депривация, это, конечно, совершенно другое. Кстати, я вон там писал. Может, помните меня? За камни спрашивал. Вы тоже не... В чате писал. Помните или нет? Вы знаете, у меня как бы много вопросов. Ну, я за камни писал. Я просто идентифицировать не могу. Про камни кто-то писал. Да-да, вот это я. Вот это я писал за камни. Потом я дал ответ. Нашел одного мужичка, который там, ну, примерно рассказывал. Ну, вроде бы нашел. И написал Эврика, нашел ответ. Ну, примерно вот такой. Это, правда, сейчас нужно полистать, посмотреть. Ну, тяжеловато будет найти. Ну, примерно понял, как что и к чему. Ну, в общем, вторник, 28-го, иду на УЗИ. Опять буду смотреть. Но, кстати, кстати, наверное, организм адаптировался мой. И уже камни, наверное, набирать не буду и не будет. Потому что нытья в правом подреберье уже, ну, как-то... Уже нету. Уже нету. А раньше был. Вот когда только начинал вот оно мне уходить, то у меня вот этот, как бы сказать, еще поднывал. А сейчас поднывание это исчезло. Может, скорее всего, что я понял ответ. Ответ я нашел. Почему? Вот я просто вам объясню ситуацию. Когда я делал УЗИ, камень 0,93 мм. Это считается большой. У нас проток желчного пузыря 0,5 мм. И вот УЗИ, когда делали врач, сказал, что он как раз стоит, этот камень острый, на выходе. Если он попадет в желчный проток, забивается в желчный проток, человек начинает желтеть и сразу идет на удаление желчного пузыря. Потому что желтуха. В том-то же, в чем дело, что во время голодания, некоторые, как я читал, что во время голодания избавляются от камней, от песка, от этого. То есть организм начинает выталкивать все чужеродное. И получается, и получается, я так думаю, что во время голодания организм начал выталкивать этот камень. И этот камень как раз стал на желчный проток. И благодаря тому, что я, возможно, пил соду по неумывакину. Ну, слышали такого, может. Не знаю, слышали, не слышали. Там содовый раствор нужно, не так ложками, это нужно натощак. И еще спазмолитики пил, там еще что-то вот это. Получается, скорее всего, что я расширил этот желчный проток и помог организму во время голодания вытолкнуть этот камень. Потому что, когда уже делали УЗИ, ничего там не нашли. Там пару мелких камушков нашли. Вот такое вот дело. То есть, во время голодания, во время голодания, организм избавляется от всего чужеродного. У меня камень, получается, набрал чужеродный. И тогда он его, скорее всего, пытался вытолкнуть. И он как раз попал туда. Может, его и вытолкнул. Он как раз тогда был... Спасибо. Спасибо вам большое. Вы сами задали вопрос, сами ответили. Вот. Очень хорошо. Давайте мы пойдем дальше. И потом, попозже, может быть, еще какие-то вопросы будут от наших участников. Спасибо.